МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телеканал ВИДНОЕ ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Чтобы сделать прививку от гриппа, необязательно посещать поликлинику или амбулаторию. Ни в очереди стоять. Никаких дополнительных справок не нужно. 15 сентября профессиональный праздник отмечают работники Роспотребнадзора. Даже сегодня половина из них практически на боевом посту. Поэтому мы обязательно поздравим оставшихся. В парке Сосинки прошло праздничное мероприятие. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Ленинском городском округе продолжается прививочная кампания. Сделать прививку от гриппа можно не только в поликлиниках и амбулаториях, но и в выездном комплексе, который сегодня у кинотеатра «Искра» начал свою работу. На месте побывала съемочная группа «Видное ТВ». Подробнее о нововведении расскажет Юлия Погосян. Видновчанин Борис Гусев прививку от гриппа делает каждый год. Считает процедуру эффективной. Говорит, ни разу не испытывал от нее недомоганий. Только польза. В этот раз ему даже не пришлось идти в поликлинику, чтобы получить вакцину. В Ленинском городском округе такой мобильный передвижной комплекс для проведения вакцинации используется впервые. Автомобиль достаточно габаритный, поэтому установить его решили на площади возле кинотеатра «Искра». Да и проходимость здесь высокая. Каждый житель муниципалитета без предварительной записи и при наличии паспорта может сделать прививку от гриппа. Требования к пациентам простые. Не допускается даже легкая простуда и обязательное отсутствие индивидуальной непереносимости куриного белка, который входит в состав вакцины. Прививочная кампания действительно стартовала уже с августа месяца. У нас уже за эти даже две недели прошло уже 3000, больше 3000 населения, взрослого населения сделали вакцину против гриппа. Это очень сейчас актуально и востребовано. И население знает, что это нужно делать, чтобы предотвратить осложнение от гриппа. Вот этим, как говорят, что и сама коронавирусная инфекция у тех лиц, которые привиты от гриппа, протекает более в легкой форме, нежели у непривитых. Число жителей округа, которые проходят эту процедуру, с каждым годом растет. К вакцинации подключаются целыми предприятиями. Сегодня, например, прививки от гриппа сделали сотрудники кинотеатра «Искра». Благо, идти близко. Прививку делал первый раз в жизни. Ну, именно от гриппа. Ну и как впечатление? Больно, не больно? Абсолютно не больно. Все достаточно комфортно прошло. А также сотрудники администрации Ленинского городского округа. Мобильный передвижной комплекс посетил заместитель главы муниципалитета Альберт Гравин. Он отметил важность этой процедуры для каждого гражданина. Вакцинация является в добровольном порядке, то есть организована. И каждый может ее сделать после прохождения совершенно простой процедуры. Это осмотр врачом-терапевта, замер давления соответствующего и допуска к этой процедуре. Практически до 90% момента инфекционных заболеваний, то есть гриппа, это прививка, которую мы сейчас делаем, это вакцина, она снижает вероятность заболевания, собственно говоря, наших дорогих, горячолюбимых граждан нашего муниципалитета. Желаем всем добра, счастья и, конечно, здоровья. Прививка от гриппа особенно рекомендована людям старшего возраста, страдающим хроническими заболеваниями. На этой неделе Вильновская районная клиническая больница ожидает поступления вакцины от гриппа для детей. Мобильный передвижной комплекс будет работать весь сентябрь. По бунням с 9 утра до 6 вечера, а также на день города Видное, который мы отметим в субботу 12 сентября. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого. 15 сентября профессиональный праздник отмечают работники Роспотребнадзора. В преддверии этого события в администрации Ленинского городского округа глава муниципалитета Алексей Спаский наградил почетными грамотами сотрудников Подольского территориального отдела управления Роспотребнадзора по Московской области. Главная задача сотрудников Роспотребнадзора – обеспечивать санитарно-эпидемиологическое благополучие населения. В преддверии профессионального праздника глава Ленинского городского округа Алексей Спаский наградил работников ведомства, которые в период пандемии внесли большой вклад в борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Эта служба – это люди, которые, знаете как, не то что даже управлять, управлять этим процессом нельзя, но регламентировали, наверное, эту работу и оставались островком, как я уже сказал, какой-то стабильности и разума в это неспокойное время. И поэтому они очень немногочисленные, их всего там чуть более десятка. И, к сожалению, даже сегодня половина из них практически на боевом посту, поэтому мы обязательно поздравим оставшихся. Но, тем не менее, они сегодня улыбались, и это, наверное, такая большая радость после многих месяцев напряжения. Среди награжденных – Марина Абрамова, ведущая специалист-эксперт, трудится в ведомстве 35 лет. Марина рассказывает, что ее работа проходит в постоянном общении с людьми. Именно это и привлекает ее в своей профессии. Умение ладить с окружающими она называет немаловажным качеством сотрудника Роспотребнадзора. Я вот честно не вижу трудности. Трудности, когда… И то это не трудности, это скорее такие, ну, спонтанные такие, ну, завал работы или еще там что-то. Ну, никак. Опять же, завал какой в плане? Ну, там, мы сейчас рассматриваем жалобы, работаем с населением. Жалоб очень много поступает. Лично сейчас я работаю в защите прав потребителей. Заместителя начальника Подольского территориального отдела управления Роспотребнадзора Татьяну Беляеву помимо вручения грамоты поздравили с 60-летием. Своих сотрудников Татьяна Валентиновна называет боевым народом. В период пандемии им пришлось быть на передовой. В основном, конечно, сотрудники работают именно с ковидом. Это регистрация, перенаправление, это работа с другими ведомствами, это консультативная, это работа с населением. Это большая работа, но мы основную работу тоже свою не оставляем. В Подольском территориальном отделе управления Роспотребнадзора трудится 40 сотрудников. В настоящий момент работа ведомства направлена на сохранение достигнутой стабилизации в ситуации с ковид-19, а также на осуществление контроля за соблюдением правил санитарной безопасности. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Жители Видного уже привыкли, что качественные товары можно купить в самом центре города, на ярмарке у кинотеатра «Искра». Фрукты и овощи, мясные деликатесы, молочная продукция, а также промтовары. Широкий ассортимент порадует самого взыскательного покупателя. На ярмарку отправилась наша съемочная группа. Вот тему продолжит Татьяна Брылова. Если вы решили прикупить продуктов или теплых вещей к зиме, вам сюда, на ярмарку. Белые палатки уже традиционно базируются у кинотеатра «Искра», позволяя многим видновчанам купить самое необходимое недалеко от дома. Шла мимо и зашла, да, как раз. Не часто, но покупаю. Как вам здесь продукты, ассортимент? Нормально. Помидорчики вот хорошие по 150 рублей. Цена в газе не дороже. И плохие перцы. В газе не 90, а здесь 70. Овощи и фрукты на ярмарке представлены в огромном ассортименте. И это неудивительно. Сейчас осень. Пора урожая. Абрикосы последние 100 рублей. Это персики у нас ананасовые идут уже. Обычные персики, желтые, внутри сочные, сладкие. Некоторые последние урожаи. Груша, дюшес. Ягоды сезонные, допустим, сейчас пошли клюква, брусника, и калина, облепиха. Ну, также вот яблоки очень хорошо идут сейчас. В качестве продуктов можно быть уверенными. Теперь лаборатория Ленинской района ветеринарной станции здесь же проводит исследования и дает разрешение на торговлю. Но большую часть торговых рядов занимают палатки с непродовольственными товарами. А вот от этой палатки просто веет теплом. Здесь шерстяные вещи продают. Скоро зима, и, кстати, будут и носки, и варежки. Скажите, из чего у вас варежки? Берблюжья шерсть. Берблюжья шерсть. А можно померить? Да. Я думаю, в таких варежках руки зимой не замерзнут. Многие продавцы с удовольствием рассказывали нам о своем товаре. Есть такие, кто долгие годы занимаются в данной сфере. А есть и те, кто реализует свою продукцию. Это молодежная мода. Это суперсовременная. Их практически нет ни в одном магазине. Ни по Москве, ни в Подмосковье. И вы такого плана не найдете вещи. Вот это все шерсть натуральная. Отсегивающиеся капюшоны. Все фабричный полностью товар. И вся обувь Испании. Она разноцветная. Черный цвет всем надоедает. А посмотрите, какой ассортимент кожных обувь. Посмотрите, какие цвета. Это я делаю сама. Собираю с уральских самоцветов. Различные украшения. Делаю подвески. Сочиняю модели. Рисую скань. На ярмарке широко представлена детская одежда и обувь. Постельные принадлежности. Нижнее белье. Зная спрос покупателей, хозяева палаток везут необходимые размеры и модели. Меня заинтересовала эта, казалось бы, совершенно не женская палатка. Вот такая замечательная афганка. Мне кажется, будет любой девушке к лицу. На сердце. Ярмарка будет работать до конца текущей недели. Спешите приобрести товары недорого и качественно. Татьяна Брылова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ. В связи с непростой эпидемиологической обстановкой массовые мероприятия по случаю 55-летия Видного были отменены. Но, чтобы видновчане все равно почувствовали приближение праздника, в разных частях города проводятся небольшие развлекательные мероприятия. Одно из них прошло в парке Сосинки. Подробнее расскажет наш корреспондент Дмитрий Книга. С каждым днем видновчане чувствуют приближение юбилея города. По этому случаю в парке Сосинки прошло праздничное мероприятие, которое не оставило равнодушными местных жителей, а прежде всего детей. Ведь для них было подготовлено множество развлечений на любой вкус. Мне хочется сказать огромное спасибо клубу «Энергия», который организовала эту площадку. Действительно подготовили для маленьких детишек, подготовили и разукрашки, и какие-то бисерные истории, и сборка-разборка автоматов. И можно сфотографироваться на замечательном панно. Ну и, естественно, подвижные игры. Из-за сохраняющейся непростой ситуации, связанной с коронавирусом, большую юбилейную программу кинотеатра «Искра» пришлось отменить. Однако жители города всё равно не останутся без праздничного настроения. В связи с теми требованиями, которые на сегодняшний день предложены Роспотребнадзором, мы вот перешли на такую форму. Мы будем как бы оккультуривать людей и, так сказать, поздравлять их с праздником вот на таких площадках, где собирается не более 100 человек народу. Мальчики и девочки могли попробовать себя в росписи по дереву на мастер-классе от изо-студии «Акварель». Досочку эту можно подарить кому-то или в комнате повесить у себя. Работают ребята акриловыми красками. То есть они яркие, безопасные, интересные. Рядом представители оборонно-спортивного клуба «Ратник» наглядно показали, как проходит процесс сборки-разборки автомата. Чем быстрее, тем лучше, мне так кажется. Но это ещё дети, они учатся, поэтому для взрослых, может быть, какие-то нормативы существуют, но у нас детский клуб. Также ребята могли смастерить из деталей подготовленных авиамодельным клубом «МИК» небольшие самолётики. Процесс был несложным и увлекательным. Здесь смысл спрещается в том, чтобы они долго что-то конструировали, а быстро собрали самолётик и получали удовольствие от того, что кидают и запускают самолёт. Видновчанин Александр Пеньков посетил праздник вместе с внуками. Каждый нашёл себе занятие по душе. Приятно, когда выходишь так возле дома, и вдруг неожиданный праздник, можно с детьми заняться, погулять. Ну, это здорово. Главным заводилой на мероприятии был любимец детворы-клоун Алекс. Вместе с ним в пляс пускались не только дети, но и жители гораздо более старшего возраста. Парк Сосинки уже давно стал любимым местом отдыха жителей близлежащих домов. Уже в следующем году пройдёт его реконструкция, чтобы стать ещё более современным и уютным. Во-первых, по площади он будет реконструирован. Второе, что будут больше здесь детских площадок, игровых в том числе. Кроме того, в парке высадят новые деревья. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи.